Привет, дамы и господа, меня зовут мистер Пихто, и сегодня я начинаю серию видео по градостроительному симулятору City Skylines. Эта игра мне очень нравится, и я наконец-таки решил, что почему бы не записать ролики о том, как я строю город своей мечты. Ну что ж, давайте начнём. Ну что ж, вот мы и загрузили нашу карту, вот она такая прекрасная, ночью всё светится и блестит. Ну что ж, давайте сначала мы проведём дорогу, дорогу в наш город. Ага, вот оно что, Михалыч. Значит, здесь у нас будет проходить самая главная трасса. А я могу её соединить? Я могу её соединить. Всё ж, давайте тогда для начала мы построим именно эту трассу, но при этом не забудем о том, что нам нужно, чтобы эта трасса также попадала и в город. Так, ну, я думаю, что... А где город-то мы будем строить? Ладно, построим город на этой стороне. И разместим трассу как-нибудь вот так. Хорошо. Теперь возьмём трассу со звукоотражающими барьерами, чтобы в нашем городе было тихо. И вот таким способом сначала улучшим её, а потом соединим две вот этих трассы. Да, тут у нас получился небольшой поворот, но ничего страшного. Я думаю, ничего страшного. Так, и нам нужно будет соединить однозначно сразу две вот этих трассы. Их, кстати, можно тоже улучшить. А, нет, нельзя. Ладно. Тогда их просто соединим. Вот так, раз. Давайте сразу посмотрим, где у нас проходят торговые пути. А, их здесь вообще нет. Они заканчиваются здесь. Ну, прекрасно. Тогда мы можем их правильно проложить, чтобы у нас проплывали точно под... под пролётом, а не в опору. Что ж, вернёмся к дорогам. Небольшое отступление было. Так, возьмём вот эту и вот так вот мы её соединим. Всё, замечательно. У нас трасса готова. А тут что это такое? Ага, посмотрите, здесь как-то не очень красиво. Давайте мы это тогда немножко... У нас почему-то трасса вообще упала, так сказать. Это не дело. Нет, нет, нет. Нехорошо, что она упала. Тогда давайте сами её поднимем. Чтобы она была, скажем, одинаковой совершенно по... Она всё равно падает. Ой. Не нравится мне это. Почему она падает? Перепад. Перепад. Вот так вот. Вот, более-менее. То есть, ровно. Хорошо. Теперь, что нам нужно? Я думаю, давайте посмотрим, какие ресурсы у нас здесь есть поблизости. Так. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Лес. Руда есть. Руда была, кажется. Руда, кажется, где-то была. Руда была, по-моему, вот здесь. Ну, ладно. Значит, здесь у нас особых ресурсов нет. То есть, можно сделать так, чтобы эта дорога у нас здесь и заканчивалась. То есть, в город можно будет ехать только с одной стороны. Затем, позже, я думаю, где-то здесь мы сделаем вторую развязку. Чтобы гаража не смогли нормальнее. Тогда, чтобы более-менее оптимизировать нашу развязку, я думаю, что нам нужно будет сделать некую кольцевую развязку. Да, где-то вот, я думаю, что где-то вот здесь мы ее поставим. Так. И теперь, теперь нам нужно будет соединить эту развязку. Раз. Тогда вот так. Два. Вот. Вот так вот. Замечательно. И сразу мы тогда улучшим эту дорогу, чтобы она тоже у нас была с шумоотражателями. Так. Я думаю, что проблем не возникнет. Мы сделаем все очень по-умному. И сразу, так как у нас в большинстве стран кольцо всегда главное. То и это кольцо у нас тоже будет главное. Значит, здесь стоп и здесь стоп. Здесь оставим мы светофор. Да, чтобы люди могли спокойно... Я думаю, что проблем не возникнет. Оставим пока так. Так, если будут какие-то проблемы, затем позже займемся тогда, скажем так, развитием этого кольцевой развязки. Как раз можно будет сделать здесь 4 района. И я думаю, что мы начнем вот с этого небольшого района. Сделаем здесь красивый подъезд к нему. Давайте сразу улучшим тогда, чтобы это было вот так вот. Вот так вот. Что здесь у нас будут жить... Будут жить горожане в довольно красивом райончике. Вот дорога какая-то кривая получается. Ну да ладно. Итак. Значит. Здесь у нас... Нужно сразу разместить район. Так. Давайте делаем вот сюда. Потом вот так. Вот так. Так. Ну, я думаю, сделаем вот так. Хорошо. Вот так вот. Здесь у нас пустоты тоже не будет. Я думаю, что сюда мы применим очень замечательный мод, который я нашел. Это называется паркинг лод. То есть мы можем из этой дороги сделать настоящую парковку. Вот сюда будут заезжать наши, так скажем... Ага. То есть она зонируется. Драйвинг лайн. Одна драйвинг лайн. Я понял. Да. Поставим вот так вот. Да, это выглядит немножко некрасиво. Но, в принципе, я думаю, что должно работать очень хорошо. То есть здесь паркинг лод на 22 места у нас будет. Вот мы и сделали парковку. Да. И теперь мы можем заняться зонированием. То есть здесь у нас будет... Раз, два, три. Скажем так. Такой райончик. Вот так вот мы даже сделаем. Вот такой райончик, да. И здесь, я думаю, мы сделаем вот так вот. Чтобы он вот так вот. А мы можем даже сделать, смотрите как. Чтобы им было интереснее и лучше проезжать, мы сделаем вот так вот. Раз, два. То есть мы улучшим эту дорогу. Вот так вот. И это будет такая сквозная точка. Так. И теперь мы сделаем стрелки и движения. Я думаю, что здесь нам... Так. Я думаю, что здесь нам не нужен светофор. Сделаем вот так. И вот так. Здесь тем более нам светофор. Здесь светофор. Но, в принципе, тоже нам не нужен. Мы сделаем это вот так вот. То есть это у нас будет главная дорога. И просто все будут, когда по ним... Но. Теперь давайте... Ну, возьмем. И сделаем из этого района, да. Сделаем. Айви-дистрикт. Ну что ж, пускай будет Айви-дистрикт. Так. Сразу мы поставим сюда вот такие дома. Торговли здесь у нас не будет. То есть это будет чисто жилой район. И сразу мы тогда добавляем в этот район политики. Давайте стиль сразу. Европейный супер-бай сделаем. И политики. Так. Значит, датчик дыма. Что мы еще можем сюда поставить? Паргов у нас здесь тоже не будет. То есть нам нужно что-то такое, что... Переработка отходов. Хорошо. Давайте переработку отходов сделаем. И сделаем повышение налогов, чтобы нам деньги поступали. Так как у нас, в принципе, они не ограничены. Но все-таки хочется, чтобы положительный был бюджет. И сделаем, наверное, еще поощрение велосипедистов, естественно. Молнииотводы сделаем. Давайте сделаем вот так вот, чтобы не шумели. Ну, электромобили поставим. Вот. Замечательно. То есть в этом районе у нас будет жить. Так. Теперь нам нужно проложить коммуникации. Да, денег у нас много. В принципе, не ограничены. Но лучше начать с малого. Давайте начнем с ветроустановок. И... Да. Они достаточно шумные. Может быть, поставим их тогда по берегу. Я думаю, что... Вот как... Ну, здесь они будут шуметь. Можно попробовать поставить волновые электростанции. 160 в неделю. И, в принципе, я думаю, что ее хватит. Вот. И тогда мы сразу прокладываем здесь. Я думаю, что вот так вот должно хватить. Вот так вот. Вот. Хорошо. И теперь мы еще должны поставить насос. Водонасосную станцию. Можно ее сделать рядом здесь. Да, чтобы электричество ему хватало. Но при этом также нам нужно что сделать? Нам нужно еще поставить экологическую водоочистную станцию. Да, сразу бюджет у нас летит в минус на очень большой. Но что поделать? Мы поставим его сюда. И... Ему нужно электричество. Но давайте, чтобы не тянуть к нему ветку, мы просто воспользуемся, допустим, трансформатором. Его достаточно хватит. Из мода. Вот так вот. И теперь нам нужно просто протянуть, будет трубы соединить. Раз. И теперь мы сделаем, как в нормальных российских городах, трубы проложим под дорогами. И соединим, естественно. Так. И давайте одна центральная труба будет проходить как-нибудь. Тогда мы сделаем вот так вот. То есть она вот так пойдет. Вот так пойдет. И вот так. Вот, все. Замечательно. То есть если где-то труба сломается, как раз дорога будет скрываться. Хорошо. Что ж. Давайте тогда мы начнем играть. И начнем, стартаем эту игру. А что она не стартует? Что не так? Почему она не начинается? Все. Она началась. Да? Нет, не началась. Почему не началась? Ага. Началась. Замечательно. Света вам не хватает. Да-ка свет? Ну-ка. Она должна. Вот все. Все вырабатывается. 1 мегаватт энергии. Из 24. А, 2 потребляется. 24 вырабатывается. Замечательно. И как раз у нас вот первые дома уже стали появляться. И бюджет у нас отрицательный, естественно. Но со временем, со временем он будет улучшаться. Давайте попробуем достичь этого. Я играю, кстати, с модом. Называется он Real Time. То есть здесь вот эти вот горожане будут пытаться симулировать настоящих жителей. То есть, например, вечером или ночью дома строятся намного медленнее, чем днем. Потому что ночью все хотят спать и никто не хочет работать. Вот так это, в принципе, и происходит, как вы видите. Хорошо. У нас есть потребность в домах обычных, но пока они строятся. Мы должны сделать где-то вот в этом районе. Мы должны сделать в этом районе некую службы для города. То есть это полиция, пожарник, медпункт и школа. Естественно, нам это также нужно сделать, чтобы удобно было всем добираться. То есть нам нужно провести дорогу. Дорогу провести. Опять же, я думаю, возьмем одинаковый, чтобы одинаковый был район. Мы возьмем это вот. Проведем здесь. Давайте чуть-чуть так. Раз. Два. Три. И вот соединим. Все, замечательно. Мы соединили эти две дороги. И давайте сразу тогда сделаем здесь светофоры. Потому что теперь у нас довольно-таки уже тяжелая развязка будет. То есть мы сделаем здесь светофоры. Так, вот здесь мы сделаем вот так вот. Стоп. И стоп. То есть кольцо у нас по-любому будет главное. Здесь будет светофор. Угу. Но я думаю, что в таком случае нам просто удобнее будет сделать тогда еще вот такую вот. Скажем так, чтобы те, кто живут в этом районе, не стояли в пробке. Они могут сразу, без всяких проблем, просто уезжать на... к себе домой. Давайте сделаем. Вот так. Вот. Ну да, да, ладно. Что с вами сделать-то? Вот так вот сразу, чтобы с большим домом... Вот так вот. Вот. И, в принципе, светофор здесь тогда будет оправдан. Я не думаю, что здесь будут возникать огромные пробки, потому что еще дальше мы также сделаем въезд на это кольцо. Итак, у нас уже с вами целых 10 жителей. Замечательно. Столько домов и всего 10 жителей. Как-то очень странно. Ну ладно. Так, теперь нам... Вот у нас появилась потребность в промышленной зоне и потребность в зоне магазинов. Ага, еще в этот район я бы хотел добавить, чтобы сюда не могли проехать большегрузные машины. Именно вот в этот район, чтобы просто они не заполняли там место. Так, вот так вот сделаем. Вот так вот. Я думаю, да. Так пойдет. То есть грузовые машины не смогут сюда проехать. Замечательно. Так, здесь мы в этом районе. Я думаю, что в этом районе даже можно посередине. Посередине мы сделаем... Мы проведем вот так вот дорогу. Так, сразу, чтобы она... Вот, ровно посередине. И вот здесь мы расположим... Я думаю, что стоит расположить обычные. Да? Вот эти вот. Так, давайте поставим на паузу. Чтобы этот район мы... Вот так вот. Но можно сделать, в принципе, вот так. Да? Вот так вот мы его... Улица Тодд, улица Скотт. Улица Тодда Скотта. High Heights. Но давайте мы его назовем... Так, английский нам не нужен. Назовем его... Торговый переулок. Конечно, это не переулок, но все равно. И сразу сделаем политики. Давайте сделаем поддержку малого бизнеса. Поощрение велосипедистов. Молнииотводы поставим. Фильтрация промышленных доходов. Поток туристов. Нет, давайте про туристов. Так, и сразу мы сделаем повышение налога для коммерческой зоны. И из услуг датчик дыма. Переработка отходов. Я думаю, что... Ну, в промышленной зоне это понадобится. Также переработку пластика мы поставим. И что еще мы можем сделать? И жесткие сроки заключения, чтобы не было там преступности. Хорошо. Включаем дальше наш город. Поехали. Так. У нас целых 132 жителя. Машин почему-то не наблюдается. Ну, потому что все спят. И никто ночью особо не ездит. Вот у нас появляются торговые зоны. Создайте парк. Потом. И давайте сразу мы тогда расположим... Расположим сразу поликлинику. Поликлинику. Я думаю, что... Ну, поставим ее вот сюда. Замечательно. Сразу возьмем пожарное депо. Также сюда поставим. Замечательно. Возьмем полицию. Поставим. И давайте возьмем школу. Ага. Ага. Поставим сюда школу. А давайте мы сделаем вот так вот. Школу. Замечательно. Школа у нас... Ага. Школа наехала на дорогу. Так. А почему у нас школа наехала на дорогу? Она, получается, сюда не влезает. Это... Нехорошо. Давайте мы тогда ее сотрем. Так. Сносим. Давайте вот сюда ее поставим. И начнем нашу симуляцию. Так. Вот эту дорогу, я думаю, что мы тогда берем. Так. Набережные, набережные. Так. Чипя. Так. У нас была какая дорога? У нас была же, по-моему, вот эта дорога. И тогда мы здесь сделаем закругление. Вот. То есть у нас как бы дорога будет заканчиваться здесь пока что. Хорошо. Так. Что у нас получается? Вот у нас потихоньку здесь уже начинает строиться промышленная... Промышленная, да? Так. Какие-то парковки здесь. Ой. Тот мне не нравится. Давайте-ка возьмем вот этот вот уравнитель. Стараемся выровнять эту у нас колоскость. Ну. Ладно, уже получше стало. Хотя бы не такое все кривое. Я думаю, что ничего страшного. Вот так вот. Так. У нас уровень безработицы 60%. Ага. То есть нам нужно дождаться, когда будет не ночь, а когда будет уже день. Чтобы... Симы наконец-таки... Ох, называясь Симами. Привык, да? Ну, давайте, ладно. Симы отправились на работу. И здания строились намного быстрее. Вот они, наконец-таки, поезжают в наш город. Но все равно кто-то едет вот так вот. Ну, что ж. Как говорится, каждому свое. Я думаю, что тогда в этом случае, раз у нас здесь есть свободная зона, мы можем сделать так. Мы поставим сюда парковки. Так, она у нас располагается, мне кажется, где-то здесь. Паркинг лод. Вот мы сделаем сюда паркинг лод. Да, что? Вот так вот. Замечательно. Вот у нас парковка появилась. Конечно, она немножко кривая. Но ничего страшного. И давайте мы еще тогда одну парковку поставим. Нам здесь нужно 3... 4 на 3. Вот она, пожалуйста. Замечательно. У нас есть теперь парковки, чтобы когда люди приезжали шоппингиться, они могли здесь парковаться. Ну, или, например, кто-то из этих зданий мог здесь парковаться. В принципе, перейти дорогу не составляет труда. Так, и также давайте мы еще сразу сделаем им переход, чтобы, допустим, вот здесь, проходя вниз, вот так вот, они могли переходить дорогу. Очень странно. А, ну потому что вечером никто не работает. Все правильно. Хорошо. Город потихоньку начинает строиться. Даже уже практически весь построил. Ага, здесь какие-то пробки у нас уже возникают. Да. Перестроение идет. Нехорошо. На самом деле, я люблю эти дороги делать 4-х полосными. То есть максимально мы. Тогда возникает меньше проблем. Возникает меньше проблем. Ну, ладно. Оставим пока так. Ничего страшного. Здесь получился какой-то небольшой заворот. Так, а давайте тогда мы это исправим. Давайте мы это исправим. То есть у нас машины, возможно, багуют из-за того, что у нас здесь получился некий не 90-градусовый заворот. Так, а нам теперь надо изменить. Вот так вот. Вот так вот. Все, поехали дальше. Вот так вот. Да, вот они перестраиваются. Возможно, это из-за мода Traffic Manager. У меня включена максимальная симуляция. Но вот полиция уже кого-то поехала арестовывать. Давайте посмотрим на наш город. Красота. И сверху, сверху, как будто мы пролетаем над нашим городом. Красиво. Вот так. Вот полиция работает. Кто-то. Кто-то. Кто-то идет. Или это баг какой-то был. Непонятно. Пустынный город. Вот. Но ночью все спят. Поэтому никого нет. Хорошо. Закончили смотреть. Замечательно. У нас есть высокая потребность именно в жилье и именно в торговом переулке. Но раз это у нас торговый переулок, то в таком случае давайте мы сделаем здесь еще одну жилую зону. Мы можем себе это позволить. Мы возьмем и допустим построим эту дорогу вот так. И вот так вот мы сделаем, да? Вот так вот. Вот, замечательно. Замечательно. И теперь здесь, чтобы нас не затопливало, нам нужно это немножко изменить. Так, нам нужно это надо сделать. Вот здесь. Так, это у нас она. Я думаю, что вот это. Ага. Какое можно было? Ну, тогда оставим. А, мы можем сделать забор. Давайте мы поставим сюда забор, чтобы никто не смог пройти, проехать. Что ж, забора я так и не нашел. Мне надо будет скачать тогда мод Find It, чтобы искать проще. Но я решил, что в принципе вот такой забор из деревьев тоже будет неплох. Так как если кто-то, не дай бог, совершит какое-то столкновение, то он либо улетит в дерево, либо улетит с обрыва. Да, ну, ладно. Ничего страшного. Я думаю, что аварий в моем городе не будет, потому что мои жители будут самыми, скажем так, безопасно водящими. Если можно так выразиться. Ну и давайте тогда сделаем вот так вот. Ага. Возьмем и тогда раз. А здесь мы сделаем выезд. Замечательно. И, как я уже говорил, я думаю, что наша дорога будет соединяться вот так. Замечательно. Пока оставим вот так. И теперь мы, получается, должны разметить уровень здания повышен. Ого. Класс. Да, но теперь они строятся долго. И, значит, раз здесь у нас все есть с вами, есть школа, даже целых 27 уже учатся, да. Здесь мы сделаем район, я думаю, что это тоже район у нас будет с одноэтажными зданиями, то есть такой частный район. То есть давайте мы его сразу разметим. Я думаю, что сделаем вот так. Вот так. И он у нас будет идти вот так вот. Вот так. И все вот это вот место у нас будет этот район, да. Только вот это мы, конечно же, уберем. Вот так вот. Замечательно. Проспект Хайтс. Ну, давайте так мы его и оставим. Значит, здесь у нас, давайте мы сделаем обычные дома. Давайте мы тогда, что надо, специализация на туризме. Давайте мы просто обученную специализацию оставим, да. Так, хорошо. Район мы разметили. Теперь мы должны сделать ему политики. Нажмем на трое. Так. Что у нас здесь будет? Естественно, установка датчика. Думаю, переработка. Давайте сделаем поддержку образования. Что мы еще можем поставить? Я думаю, что налогообложения мы здесь не будем ставить, да. Городское планирование. Давайте высокотехнологичные дома. Запрет высокий, хотя нет, оставим. Поощрение велосипедистов, чтобы не шумели. Давайте сделаем, мол, нет воды. Электромобили пускай будет. Ну, вот так и оставим. Замечательно. То есть в этом районе у нас будет жить, ну, давайте, жесткий срок заключения. Хорошо. Замечательно. Так, и сразу мы тогда сюда поставим дома. Я думаю, что, в принципе, мы можем просто заполнить это все. Вот так. Замечательно. Вот так. Вот. Замечательно. Но, но, так, давайте поставим паузу, чтобы не рушить здесь дома. Я бы хотел здесь вот сделать пешеходную дорожку. И кому надо, смогут на велосипеде проехаться до вот этого здания. И теперь мы можем еще поставить сюда какие-нибудь объекты, например, украшения, да, чтобы наши велосипедисты... Просто это... Просто это что у нас парковая дуба. Ага, это у нас парковая дуба. Такой у нас городок появился. Такой у нас городок появился. Давайте, кстати, мы его назовем не Каннбург. Как-то очень какое-то название для меня не нравится. А, назовем его Пихтоград. Замечательно. И я думаю, что на этом серию Пихтограда, по строительству Пихтограда, мы с вами и закончим. Всем спасибо за внимание. За внимание, точнее. С вами был мистер Пихто. И первая серия по игре City Skylines. Всем удачи!